В Пленэкспо сегодня открылся юбилейный 20-й Балтийский морской фестиваль. Больше 50 компаний представили свои катера, а также оборудование для ихтсменов, рыболовов и любителей активного отдыха. Гостей выставки ждут мастер-классы, водно-моторные соревнования и гонки под парусом. В рамках деловой программы эксперты обсудят профилактику несчастных случаев, а также проблемы и перспективы маломерного флота. В Петербурге судами подобного типа владеет 80 тысяч человек. Наш город всегда был и будет морской столицей города. И Балтийский морской фестиваль – это огромная возможность для ихтсменов, для всех тех, кто влюблен в море, встретиться, обсудить проблемы. Также стало известно, в этом году морская столица России примет крупнейшие национальные и международные соревнования. Чемпионат Европы в классе «Дракон» – квалификационный этап Европейской парусной лиги чемпионов, первенство России в олимпийских и международных классах. Всего больше 60 мероприятий. В настоящее время парусным спортом и туризмом в Петербурге занимается около 3000 человек, среди них 400 детей. Очень важно развивать детский парусный спорт, помогать детям открывать для себя весь этот мир, где найдется место всем – и спортсменам, и путешественникам, и физикам, и лирикам. Парусный спорт прежде всего ставит и учит ставить при собой цели и достигать их. И самое главное, что он учит цивилизованное это все делать. По словам специалистов, благодаря морским традициям, северная столица входит в тройку основных поставщиков олимпийцев. Сейчас в составе сборной 22 петербуржца, 5 из них в основе. На играх в Рио в одном из классов также выступит спортсмен из нашего города Сергей Комиссаров. Субтитры создавал DimaTorzok